Статистика употребления наркотических средств, совершенствование системы медицинской помощи, создание единого профилактического пространства. Главная тема заседания антинаркотической комиссии. В этом году в республике официально зарегистрировано около тысячи человек с диагнозом наркомания. Под наблюдением находится более двух тысяч человек. В зоне риска не работающие и не обучающиеся, либо стоящие на учете граждане. По статистике 90% зависимых мужчины. Эта категория людей требует постоянного внимания и наблюдения. Специалисты говорят о положительной динамике. В первом квартале 2016 года прошли обследование 1304 человека в 35 образовательных учреждениях. Потребители наркотических средств и психотропных веществ не были выявлены. Результат профилактической работы, как уже сегодня говорилось, это снижение заболеваемости. Всего зарегистрировано 26 несовершеннолетних потребителей наркотических средств и 33 несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ. Несовершеннолетних с диагнозом в зависимости от наркотических средств, то есть наркоманов, у нас в республике не зарегистрировано. Такая статистика могла бы порадовать, если бы не одно «но». Выявить несовершеннолетних наркоманов на практике не так просто. Отсутствует законодательный регламент, который может обязать человека пройти диагностику на употребление наркотиков. В арсенале медиков только метод убеждения. Министры здравоохранения ставят на первый план психологическую работу, а уж потом профилактику и лечение. Большую роль играет работа профильных ведомств. Эффективное и конструктивное взаимодействие дает реагировать всем нам на отдельные сигналы по отдельным микрорайонам. Межведомственное взаимодействие – ключ к решению многих вопросов. Приоритетное направление – это профилактика ранней наркомании. С подростками проводят профилактические беседы. Не последнюю роль в этом играет гражданская позиция общества. Ящики доверия, акции сообщи, где торгуют смертью, киберпатруль тоже приносят свои результаты. За три месяца удалось закрыть путем обращения в прокуратуру 34 сайта, продававших наркотические слайпапы. А также в городе Чебоксар было уничтожено 18-я надписи, содержащие текст, рекламировавшие наркотические вещества. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.